Здравствуйте! Какое красивое кресло. Пожалуйста, присаживайтесь. Формат у нас традиционный для пресс-конференции сегодня. Поэтому, если вы позвольте, я начну с приглашения вас к разговору о том, что сейчас многие сидящие здесь в этом зале увидели только что на площадке Уникса. С моей точки зрения, это еще добавляет к вашим регалиям один титул – просветитель. Потому что это просветительский, с моей точки зрения, большой и очень значимый проект. Ну и еще что-то важное, существенное, что вы считали необходимым сказать для того, чтобы вот сессия вопросов-ответов была конструктивной. Пожалуйста, вам слово. Хорошо, большое спасибо. Во-первых, девушек в основном вижу. Юношей мало. У вас в основном это журналисты, да, передо мной сидят, будущие в основном, да? Ну, действующие, понятно. Хорошо. Здорово. У меня дочка тоже собирается поступать на международную журналистику МГИМО. Очень много занимается сейчас литературой в сложный момент, потому что ЕГЭ готовится сдавать. Но, с одной стороны, с другой стороны, уже 25-го числа выпускной, тоже хлопоты. Я должен был уехать на гастроли, но мне жена сказала, не вздумай 25-го числа ничего планировать, потому что ты должен быть со Стефанией. Вот, сегодня у нас, вот сейчас прошел 40-й спектакль. 40 спектаклей в течение года мы дали, и нам очень приятно, что такое, ну, в общем-то, можно сказать, юбилейное, да, потому что следующий будет только уже 50-й, это будет осенью 50-й, что он проходит в Казани. Город, который, ну, очень важен вообще для России. Город один из таких самых, ну, самых больших, самых знаменитых, самых технологичных, самых красивых городов нашей страны. Поэтому я думаю, что любой артист, который приезжает к вам, он испытывает особые чувства, особые волнения. Вот, и публика здесь очень доброжелательная, с одной стороны, с другой стороны, очень взыскательная. Вот, потому что вы избалованы различными событиями. Вот, так что я последний раз был в Казани пару-тройку лет назад. У меня были как раз мастер-классы, то, о чем мы с вами говорили, мастер-классы под названием «Уроки музыки». Это встречи с детьми, которые занимаются музыкой, со школьниками. Это такой формат творческой встречи, совместных исполнений, я считаю, это очень важным, таким обменом, опытом. Вот, и когда этот проект закончился, я проехал больше 115 городов нашей страны, то я просто подумал, что надо продолжать свою просвидетельскую деятельность, потому что она действительно стала одной из таких важных составляющих зрелого Дмитрия Маликова. И вот родился этот спектакль, как некая такая интерактивная форма, потому что он вроде бы как о классической музыке, но на самом деле он не только о музыке, о том, что нужно много трудиться, что нужно быть широко образованным человеком, что нужно читать, ходить в музеи, смотреть фильмы, потому что вы находитесь в таком возрасте, когда вы очень много всего впитываете в себя, и вы должны быть открыты к этому, а вы, собственно говоря, и открыты. Просто нужно правильно в вас вложить информацию. Не всегда это удается сделать родителям. А вот через такую динамичную полуторачасовую форму спектакля драматического, где музыка не целиком исполняется, а фрагментарно, большинство музыки исполняю я сам на рояле или на органе, на клавесине, это у меня синтезатор большой. Что-то там, какие-то вещи, как симфония Бетховена или реквием Моцарта, звучит с фонограммы. У нас замечательный актерский состав, молодые ребята. Вот, например, сегодня играет композитор Сергей Мухин, его многие знают по сериалам, он очень востребованный, известный артист. Вот, так что я специально стараюсь давать, если есть возможность, два спектакля в городе. Потому что вечерний спектакль, он такой более коммерческий, когда городская, так сказать, интеллигенция покупает билеты. Билеты мы стараемся делать недорогими, потому что для нас важно, чтобы всей семьей приходили на эти спектакли люди. Вот, а первый спектакль, который вот был два часа, он совершенно бесплатный, он нацелен на то, чтобы как можно больше школьников пришло, причем из различных вот социальных слоев, чтобы малообеспеченные, многодетные семьи, детские дома были представлены, не совсем здоровые, к сожалению, дети, вот, чтобы тоже обязательно к нам приходили и получили вот свою вот эту вот дозу радости, гармонии, хорошей музыки, вот, и позитива, потому что все заканчивается на позитивной ноте. Вот, так что в двух словах вот так о спектакле, ну, я не знаю, наверное, вам будет интересно что-то меня спросить, и я в разных направлениях работаю, не только как драматический актер и просветитель, но еще и как эстрадный исполнитель, да, вот, классический пианист и так далее. Кристина Иванова, Казанфест, Дмитрий Байкл. Казан что? Ну, портал Казанский. Хотел, во-первых, сказать, что, на удивление, мне понравился очень. Вот удивительно. Ну, не ожидал. Дело в том, что Кристина у нас очень критичный журналист, она всегда ко всему, да, относится очень критично. Так что, да, лучшая похвала. Спасибо. Немножечко, не то что критики, а таких размышлений. То есть, неужели вам кажется, что один спектакль действительно способен поменять, вот, перевернуть это мироощущение, какое-то восприятие музыки среди, вот, подрастающего поколения. Второй вопрос, почему все-таки ценз 12+, вот у меня 4-летняя дочка, в принципе, мне кажется, на своем уровне все поняла в этом спектакле. Да, я не знаю, мы на самом деле в Москве-то пишем, ну, вообще, мне кажется, что 12+, конечно, неправильный ценз, но надо ставить 6+. Вот, 4-летние дети немножко все-таки маловато, они, ну, просто у них терпения не хватает, все просто уже проверено. Хотя, может быть, у вас уникальная девочка, такая тоже, как Моцарт, в 4 года начал сочинять музыку. Вот, а что касается переворачивания сознания, то, в принципе, конечно, за полтора часа это сделать целиком невозможно, но заранить, так сказать, вот это зернышко в эту благодатную почву, мне кажется, нам удается. И самая большая похвала, когда после спектакля приходит ребенок домой и вместо, ну, типичной музыки, которую он слушает, он набирает в Google или где-то в Яндексе, Моцарт, Бах, Бетховен, слушает что-то. То есть остается что-то, понимаете, главное, чтобы оставался след. А вот нет некоего ощущения, может быть, возникать, что классическую музыку немножко опускают до уровня вот этой современной, потому что вот звучит Моцарт в турецком стиле, в конце Вивальди звучит вот тоже в такой, ну, технологичной обработке. Ну, это жизнь, это жизнь, это необходимо. То есть вас не коробит с вами? Меня это не коробит, но абсолютно, наоборот, это же мой спектакль, я сам все это сделал. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы приблизить эту музыку к современному поколению, потому что, ну, не может сегодня молодой человек высидеть 50 минут и прослушать целиком симфонию. Ну, не может, вот физически не может. Он должен обязательно посмотреть телефон, он должен выйти, он должен кому-то что-то написать. Ну, так устроена жизнь, понимаете, и ничего с этим делать невозможно. То же самое, так сказать, у меня нет задачи вот в таком искон... Если бы была такая задача, то это было бы не спектакль, а это был бы концерт, лекция, где надо исполнять произведение в оригинале, целиком, мы же все фрагментарно это делаем. Поэтому это все-таки не концерт, а спектакль. Драматический, музыкальный спектакль. А в музыкальном спектакле возможно все. Пока последний вопрос, если позволите. Вот можете рассказать, как выбирались композиторы, персонажи? Вот, например, почему не Чайковский, или почему Майкл Джексон, а не тот же Фредди Меркуль, который был упомянут, или не Битлз? Вот как... Нет, это хороший вопрос. Дело в том, что был написанный персонаж Леннона, вот, но кто-то, так сказать, чисто по типажу не подходил. Например, Чайковского мы просто не успели сделать. Чайковский важный очень, на самом деле, композитор. Просто у него личная судьба достаточно сложная. Вот. А нужно его было повернуть и сделать, например, как пример балетного искусства. Но мы просто это еще пока не успели сделать. Если мы будем делать апгрейд, уже сложно. Это еще дополнительные люди, дополнительные актеры. Нужно делать балет. Черный лебедь, белый лебедь и так далее. То есть это целая история. Вот. Но я считаю тоже, что Чайковский нужен. А остальные композиторы были выбраны по принципу каких-то качеств, которые были в их биографии, которые мы хотели донести до детей. Преодоление физического недуга, там, как безвестности в... Ну, в таком, как Бах, например, да, он всю жизнь сочинял, но работал в маленьком городе, да, практически, ну, как бы, как мы сейчас выражаемся в стол. Поэтому это просто канва-сценария, не более того. Потому что, действительно, композиторов много. А кто мешает сделать спектакль о писателях или о художниках? Это как модульная такая модель. Понимаете? То есть если это все дело хорошо пойдет, то в дальнейшем, если я буду делать, например, свой музыкальный театр, я могу делать дальше спектакли. Вот вопрос, чтобы на это был, так сказать, спрос. Потому что я же все не могу это сам потянуть. Здравствуйте. Юля Паташула, журнал Телеси. Вначале я хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что я сейчас увидела на сцене, потому что шла немножко с таким, ну, ничего не ожидаю, честно говоря. Не понимаю, куда идете. Ну, как сказать? Ну, я имею в виду, что да. Когда мне было 15, я слушала вашу музыку. Сейчас моей дочери 15, она закончила музыкальную школу, сказала мне, зачем я туда пойду. По поводу классики я знаю все, но Дима Маликов не мой кумир и не пошла. Вот я сделала несколько видео пиратских, никому нигде не размещу, покажу специально ей, чтобы она пожалела 4 раза. Значит, я плакала 5 раз. За это вам большое спасибо, потому что мне кажется, что... Слезы очищают душу. Если на сценичных журналистов задевают какие-то вещи, которые вы как артист делаете на сцене, то, ну, прям браво, правда. Спасибо. Большое спасибо еще раз. А вопрос у меня немножко не про спектакль, извините. Сейчас такое время, социальные сети, и совсем недавно я узнала, что, оказывается, вы считаетесь королем Твиттера. Как бы очень много удивлений, на самом деле, в последние дни. Вот тут студентов огромное количество, и тоже все ваши поклонники. Меня это все очень-очень сильно удивляет. Осталось только вашу дочку обернуть. Это очень маленькая задача. Я думаю, что сегодня к вечеру все будет сделано. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы король Твиттера? Вы при этом, ведь вы же не Басков, не Киркоров. И как Твиттер вообще? То есть это соцсеть с молниеносных сообщений. Вы такой серьезный музыкант. Я всегда к вам относилась, как все-таки к человеку, который... А вы читали мой Твиттер, нет? Вы почитали его? Теперь вот к вечеру я думаю, что я буду фанатом еще вашего Твиттера и заведу его, наконец, потому что я везде в соцсетях, но кроме Твиттера я себя берегу изо всех сил от этой соцсети. Нет, нет, на самом деле Твиттер – это соцсеть, которая очень важна для журналиста, потому что молниеносные все новости как раз в Твиттере в основном и воспроизводятся. И то, что вы правильно сказали, слово молниеносное, то есть сказать, почему мне нравится Твиттер, потому что это молниеносная мысль. Это мысль, понимаете? То есть Инстаграм требует фотографии, да, это уже целая проблема. Вот, Фейсбук – это взрослая такая достаточно соцсеть, и там нужно писать развернутые посты, там какие-то размышления. А мне нравятся дерзкие, дерзкие какие-то такие шутки. Например, на первом сексе никакого свидания. Вот, и так далее. То есть я шучу, извините. Вот, то есть Твиттер позволяет мне иронично существовать, потому что не иронично существовать в современном мире очень сложно. Вот, а ирония, чувство юмора, самая ирония, она помогает. И в этом отношении я просто, ну, может быть, первый из артистов стал так общаться вот именно в такой, ну, свободной ироничной манере. И она просто была, к моему удивлению, так оценена, потому что вот эти какие-то удачные мои твиты, их перепечатывают в другие соцсети. Вот, у меня пошла какая-то вот новая волна, действительно, общения с молодежью. Вот, потому что я для них, с одной стороны, кумир их мам, да, а с другой стороны, какой-то реальный чувак, который вот может написать, ответить, улыбнуться, сфотографироваться, и вроде неплохо выглядит, и толком непонятно, сколько ему лет. Вот, в общем, короче, такой персонаж, ну, забавный для них. А мне абсолютно нормально, то есть в этом нет никакого коммерческого умысла, там, я на этом не зарабатываю деньги, то есть это просто for fun, как говорится, понимаете? То есть мне, как и им, это прикольно, вот и все. Если у меня нет мыслей каких-то веселых, забавных, я не пишу, могу не писать неделю, ничего, то есть это не то, что, знаете, вот там надо написать три поста в Инстаграм, тогда будут подниматься лайки, и у тебя будут... Нет, это все, может быть, так и есть, но я этим не занимаюсь. Вот, и действительно, каждая соцсеть имеет свою специфику, и это надо тоже учитывать. Поэтому меня даже уже, я уже даже могу читать мастер-классы по СММ, так сказать, по СММ-маркетингу, да, потому что Твиттер действительно... Ну, это все началось с этого Твиттера тяжеловато, потому что полтора года назад я просто спросил у людей, как дела, тяжеловато или ничего. Ничего вообще не имел в виду, реально поинтересовался, как люди, как настроение, так октябрь, плохая погода и все. И забыл об этом, а потом вдруг через месяц, через там полтора, вдруг кто-то вот начал этот Твит крутить. Вот, и он пошел, пошел, пошел. Ну, а с того времени, и второй Твит, я, собственно, искренне... Меня девушка спросила, Дмитрий, в каких новогодних передачах вас можно будет увидеть на Новый год? Я говорю, да выкиньте вы телевизор, что вы идите гулять, погуляйте лучше новогоднюю ночь, и все. Тоже зацепились, понимаете? То есть, это просто моментальная реакция. Я так на самом деле мыслю, я ничего не придумываю. Потому что как только я начинаю, или кто-то начинает что-то придумывать, что-то сочинять, вот сейчас я вот такую шутку... Это перестает работать. Люди ценят только молниеносную такую искреннюю реакцию. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос, как мамы, да, ваших нынешних поклонников. У вас дочь тоже такого же возраста, 17 лет. Как вам удалось пережить переходный период в ее жизни? Занималась ли... Видите ли вы ее дальше в музыке? И она просто очень такая красивая у вас девочка. И как вы вообще оцениваете ее шансы, может быть, на сцене или как-то в ближайшем будущем? Спасибо. Я же вам сказал, что мы определились, она не идет в музыку, она идет в журналистику, так сказать, в благосферу. Но при этом у нее уже вышел, по-моему, второй какой-то музыкальный... Да, да, но это такая, в общем, это приобретение жизненного опыта. И просто вокруг меня образуются диджеи, какие-то клипмейкеры и так далее, с которыми можно договориться. Они делают иногда работы, но это все не имеет такого серьезного профессионального шоу-бизнесовского подхода. Переходный возраст она переживает сейчас, ну, как и все, все-таки он еще длится. Вот, характер у нее, безусловно, как у всех детей, сложный. Вот, но мы находим общий язык. Мне кажется, что у нее доброе сердце, что я больше всего пытаюсь в ней воспитать, поэтому мы с ней много ездим. Ну, я стараюсь с ней в храм лишний раз зайти, стараюсь заехать в детский дом, стараюсь, чтобы она видела жизнь во всех, чтобы у нее было сострадание. Вот, естественно, она реагирует на болезнь. Больных животных там помогает каким-то приютом, собак, там, кошек. Вот, ну, в общем, вот как-то в эту сторону. Ну, а мама больше ее, так сказать, так вот воспитывает с точки зрения именно образования, учителя, дисциплина. Вот, у меня просто на это не хватает, ну, особенно времени. Да и сил, честно говоря. Папа же должен баловать. Газета «Республика Татарстан». Дмитрий Сенмисес. Я думаю, к вам может так обращаться, у вас чисто татарская фамилия, что вы по этому поводу думаете, подробнее расскажите, пожалуйста. Да, но я, честно говоря, знаю, что корни, конечно, татарские, вот. Но у меня вот отец, например, он родился в Ростовской области, Ростов-на-Дону. Вот. И там как бы казачество такое, вот, наверное, донское, да. Вот. Ну, как-то вот, понятно, дед, понятно, прадед, а дальше просто надо поизучать этот вопрос, так сказать. Я знаю, что корни, они такие тюркские, наверное, да, получается. То есть это вот, надо мне просто побольше этим позаниматься. Но я себя, даже не знаю, кем я себя ощущаю. Вот. Ну, татар же народ такой, очень талантливый, да, немножко с хитринкой, да. Вот. Вот, добрые такие люди, очень хлебосольные. Вот, я не успел приехать, меня сразу так накормили вообще это самое. Вот. И поэтому, мне кажется, если в крови есть татарская кровь, еврейская кровь, еще какая-нибудь, это вообще самое лучшее сочетание, потому что тогда ты многого добьешься. После спектакля я немножко пообщалась с детьми, хотела узнать, каково мнение просто. Это любопытно было. И вот двенадцатилетние, восьмилетние, значит, кто-то говорил, значит, я, чему учат спектакль? То есть все расценили это не как развлечение. Вот это самое главное. Детки, да. Понятно, взрослые, мы понимаем, что это образование, просвещение и восторги. Да, мне интересно было знать детское мероприятие. Да, да, да. Да, говорит, это не развлечение, говорит, это образование, то есть сами они это поняли. Одна девочка сказала, значит, оказывается, я поняла, что нужно ценить то, что умеешь. Дети, оказывается, подготовлены, здесь из музыкальных школ, из театрального училища. Более взрослые девушки сказали, что все, мы пойдем покорять Москву, мы поняли, что мы нужны. Вопрос у меня такой. В спектакле мысль очень интересная прозвучала о том, что сейчас дети, подростки очень закрыты, ленятся воспринимать что-то новое. Вот вы как отец и как уже мудрый человек, судя по спектаклю, как научите, как нужно детей, как открыть мир, как вызвать в них желание учиться чему-то новому. Только на своем примере. В доме должна звучать музыка классическая. Нужно открывается какая-то выставка, надо не линься, брать за руку ребенка и идти. Я, например, в прошлый раз, когда приезжал, я первое, что сделал, пошел в Казанский художественный музей. Я очень люблю живопись, и здесь у вас великолепная коллекция. Тот же фешн, понятное дело. И действительно хороший очень музей. Также я вот с дочкой. Сейчас идет в Москве выставка Серебряковой. По-разному можно относиться, времени и так далее, но нужно своим примером обязательно. В доме должна быть некая атмосфера. Тоже, когда родители, например, все время ссорятся, то ребенок от этого страдает, и потом тоже его характер от этого, мне кажется, портится. А когда он видит, что родители живут в любви, он и сам пытается выстроить такую же модель в своей жизни. Не всегда, конечно, и у всех получается. Вот. Ну и, конечно, на педагогах огромные. Педагоги должны быть очень авторитетными и интересными, увлекательными. А я просто считаю, что каждый в меру своих возможностей, способностей должен этим заниматься. Я вот, когда приезжал с мастер-классами, я детей никогда не ругал, потому что у них есть педагоги, которые там с ними занимаются всякими мелочами. Мне важно, вот, в целом какой-то настрой правильный. И вот, и мастер-класс, и спектакль, это попытка просто настрой, как говорит Михаил Козинник, замечательный искусствовед, обострить потребность. Вот задача обострить потребность, чтобы они захотели слышать, захотели смотреть. Захотели видеть не только фильмы такие развлекательные, но и советскую классику, да, условно говоря, и просто классический класс. Я вот невероятно радуюсь, когда мне дочка подходит и говорит, пап, вот, слушай, я вот раньше не понимал, сейчас прочитал внимательно «Преступление и наказание», какая вообще книга, столько там всего. Я говорю, о, молодец, молодец, радуюсь. Вот, хотя сам «Преступление и наказание» в ее возрасте не понимал. Вот, так что, ну, тут нет рецепта, я не педагог. Я просто вот стараюсь своим примером это сделать. Максим Зарецкий, Dragon News, ресурс. У меня такой вопрос, он вытекает из предыдущего про Твиттер. Я сам, как ваш очень активный читатель, и как бы даже человек, поучаствовавший в том меме с Metal Gear Solid, который вы, наверное, помните, с Big Boss. Ну, с очками, с очками, когда, собственно... Это вы сделали? Ну, наша группа, да. Серьезно? А вот когда вы из меня сделали этого монстра, да? Да, вот, супер. Так вот, история... Спасибо, респект. История не в этом. История вся в том, что сейчас вы записали ролик с MC Хованским, вы фактически покорили Твиттер, и сейчас пошли на Ютуб. И у меня два вопроса. Первый вопрос, как вас вообще вынесло на Ютуб? И второй вопрос... Как вас вынесло на Хованского? И на Хованского тем более. А второй вопрос, поскольку Хованский игровой блогер и предыдущий вообще медиавсплеск был тоже фактически вокруг видеоигры, вы сами вообще играете? Я, к сожалению, играю только на рояле и на нервах с моей жены. Моей жены. Вот. Потому что просто нет времени, ну, к сожалению. Ну, потом возраст уже не тот. Хотя интересно играть. Вот. Раз. Во-вторых, что касается Ютуба. Во-первых, кто смотрел этот ролик? Аудитория 18+, обратите внимание. Вот. Да, там уже 5 миллионов просмотров, в общем-то, 3 дней еще нет. Вот. Ну, вам в целом понравилось? Да. А что классно-то? Что там хорошего? Секунду-секунду-секунду. Да, да. Мне просто интересно послушать вот... Да. Скажите, пожалуйста, да. Да не, можно сидеть. Зачем мне сидеть? Это же... А, ну, чисто для видео, да. Вы предстаете там в новом Уплуа. Например, ну, вот мне сейчас 18 лет, и я привыкла вас видеть на телевидении, играющим на фортепиано, рассказывающим какие-то интересные события. Да. Но то, что вы с Юрием Хованским запишите клип, который соберет на Ютьюбе такое огромное количество просмотров, ну, я, честно, такого не ожидала, и мне кажется, ну, интернет-пользователи тоже далеко не думали, что так случится когда-нибудь. Просто Юрий Хованский, который судит «Версус» и, в принципе, предстает видеоблогером, который не выходит за пределы Ютьюба, и вы, который ведет ток-шоу, извините, ток-шоу, который выступает на первом канале на «Россия-1» и прочих каналах телевидения и интернет, здесь сошлись в одном ролике, и это довольно-таки удивительно и очень запоминающееся, на мой взгляд. Спасибо. На самом деле… Еще вот хотят сказать, еще вот мнение есть, я смотрю. Здравствуйте. Я тоже хотела сказать по поводу этого. И вот мои друзья, сейчас можно так сказать, что каждый третий у нас рэп-исполнитель. И вот вы стремительно так вырвались в эту рэп-индустрию, и когда вы начали вести твиттер, это был, как бы, можно сказать, первый взрыв. Потом, когда вы появились на шоу «Версус», это был второй взрыв. Потом «Убий грашен босса»… Да, это вообще… Это было просто пушка. И вот вчера, вчера в преддверии нашего мастер-класса вы, это на канале у Хованского вышло, мы посмотрели и просто, я не знаю, это настолько вызвало бурю эмоций, то, что сейчас я и все мои друзья, которые вот смотрели, они просто цитируют вас. Вот эту строчку, вот этот парт ваш, просто вот нарепите в голове, серьезно. Я вам серьезно. И я хотела спросить тут же вопрос, как вы вообще ощущаете себя вот в этой новой… Роли. Да, в новой, как бы, ипостаси, в новом имплуа, и как и зачем вообще, как? То есть не каждый артист может так сделать, не каждый абсолютно. Спасибо. Да, спасибо. На самом деле это заслуживает вот некого действительно обсуждения, не зря вас спросил, потому что вот то, что вы сказали, что как бы, ну, по-вашему, впервые почти, да, сходятся вот YouTube и официальное телевидение, да, вообще просто меняется способ доставки информации. Во-первых, мы, взрослые артисты, многие просто не заметили, как поменялось поколение. То есть это поколение очень-очень резко и быстро поменялось, потому что вот вы еще пока очень все молодые, но когда становишься старше, то есть тебе, ну, ты такой консервативный, кажется, что все так и будет, так все… И потом ты там сочиняешь какие-то свои песни, у тебя свои поклонники, а потом вдруг раз, и меняется очень резко ситуация, и ты вдруг оказываешься, что у тебя, кроме твоей традиционной публики, так особенно никого и нет. А молодежь уже, она в своих живет технологиях, в своих артистах, в своих кумирах и так далее. Вот. Мне просто лично не хочется становиться ретро-артистом, понимаете? Вот. Потому что, во-первых, я ему и так уже стал. То есть никуда ты этого не денешься. У меня в следующем году, 25 июня, будет 30 лет, как я впервые вышел на эстрадную сцену. 30 лет, представляете? Вот. Это приличный возраст. Вот. Хотя я просто рано начал еще, но тем не менее. Вот. И я просто… Мы говорили о спектакле. Я хочу, чтобы молодежь была открыта к миру. Я тоже хочу быть открытым к миру. Вот и все. Вот. Что касается конкретно Хованского и что касается благосферы, то я вот хочу вам сказать, как… Это, в общем, профессиональный, на самом деле, разговор. Потому что для того, чтобы достичь успеха, даже в такой провокативной, жесткой, зачастую пошловатость среде, как благосфера, нужно все-таки обладать определенными способностями. Вот. И все эти люди, которые достигли, там, двух, пяти, десяти миллионов подписчиков, они не бесталанны. Вот. И в случае с Хованским я в очередной раз в этом убедился. Вот. Как получилось? Я в том же Твиттере написал, что с кем бы мне фит замутить. Да? Вот. И люди, ну, то есть, и от него, во-первых, первое и самое, что ли, конкретное предложение поступило. То есть, он, видимо, отнесся к этому серьезно. Он подумал, вот, говорит, вот есть Маликов, надо с ним что-то сделать. Что можно сделать? Дальше он начал думать, там, мама, дочка, поколение, вопросы, что. То есть, он как бы придумал эту всю историю. Я просто, потом он меня нашел, со мной поделился, и я тоже как бы на эту тему откликнулся. Мне тоже это стало интересно. Вот. Поэтому, я единственное, что я сказал, Юр, ну, только если можно, без матов, потому что, ну, как бы я все-таки с детьми работаю, и, во-первых, во-вторых, есть какие-то вещи. Мы. Вот. И он говорит, да, да не вопрос. И поэтому он очень старался, он очень был уважителен. Он сам, так сказать, организовал все съемки в Санкт-Петербурге. Я просто был там на гастролях, и мы там за световой день с ней. Погода была там, я понимаю, этим солнечным весенним, мы под зонтом сидим, холод собачий там. Вот. Ну, это даже прикольно. Вот. Поэтому, вот сейчас я думаю, как двигаться дальше, куда двигаться дальше, с кем двигаться дальше. Потому что я понимаю, что я как автор, я могу написать красивую мелодию. Но, во-первых, какой должен быть текст, чтобы он вам понравился, да? Во-вторых, кто это должен сделать, я имею в виду с точки зрения производства. Это достаточно большая и серьезная задача. Почему все старые артисты становятся, ну, как-то, скажем, вам неинтересным? Потому что они действуют, бьют по старым огородам. Вот они делают то, что они делали все это время. А нужно либо быть, поп-музыка, она очень скоропортящийся продукт, понимаете? Она постоянно, постоянно в движении. Вот. Если ты классический исполнитель, если ты великий исполнитель классики, то ты можешь не обращать ни на что внимания, тебе ничего не нужно. Тебе нужно либо там рояль, либо скрипка, либо голос. И ты можешь всю жизнь, но для этого надо быть таким исполнителем. Вот. Я привык за эти годы, честно говоря, к тому, что я выпускал песни, и песни становились хитами. И когда в последнее время у меня это не очень стало получаться у самого, я начал смотреть по сторонам и анализировать, почему. Вот. И я понял, что надо просто... Просто нужно освежать команду, нужно освежать свое отношение, нужно идти в ногу со временем. Да, время жесткое. Такие, так сказать, романтичные мальчики, а-ля Дима Маликов в 90-х, они, так сказать, сейчас не очень востребованы. Сейчас лысые, со шрамами, это самое, в очках таких, да? Вот. Герои игр, так сказать, и так далее. Вот. Но, тем не менее, всегда есть какая-то ниша, да? А в чем эта ниша? Ниша – это ирония и самоирония. Вот и мой козырь, понимаете? В данном случае он сработал. И то, что я решился на это, на общение с Холландским, да, конечно, меня и кто-то в окружении, говорит, Дима, да кто это вообще, что? Он матом ругается, он пиво все время пьет. Это самое, я говорю, спокойно, мы, так сказать, в процессе творческого общения. Вот поэтому мы видим то, что мы видим. А вот дальше, действительно, я крепко призадумывался, потому что нужно очень четко понимать, как эстрадный, как поп-исполнитель, в какую сторону двигаться. Потому что меряется все, к сожалению, в нашем случае успехом. А успех сегодня – это те же самые просмотры на Ютьюбе, да? И как будет складываться, вот вам, как журналистам, хочу сказать, выразить какие-то свои сомнения, как будет складываться судьба официального телевидения, официального радио через 3-5 лет? Будет ли оно существовать? В каком виде оно будет существовать, да? Это вопрос, потому что мир очень быстро меняется. Вот так. Спасибо. Еще дадим возможность первый курс вопрос задать. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы сказали, что Юрий был одним из тех, кто предложил вам совместный фид. А кто были еще другие блогеры, которым предлагали записать совместный фид? Не с кем вы хотели бы. Не блогеры, а рэперы. Вот сейчас, например, у меня 10 WhatsApp-сообщений от человека по имени Юрий Дудь. Чего такого? Вот. Я к нему иду в понедельник на съемку. Я посмотрел с Фадеевым нормально, даже как скучновато было немножко. Я ему написал, говорю, хочется как-то повеселее, позадиристей. Вот. Так что пойду с ним пообщаюсь. Вот это будет следующий момент. А что касается музыкальных вещей, то мне хотелось бы с каким-то серьезным рэпером что-то сделать. Типа Оксимирона, да. Типа, там, не знаю. Я не очень хорошо знаю их творчество. Мне, например, что-то нравится 25-17, мне что-то нравится у Касты. Ну, есть классные. Вы можете меня посоветовать. С кем бы вот вы считаете? Ну, с МСИИ, а? С Криптонидом. С Криптонидом. С Криптонидом, он такой, совсем, да, такой. Да, да, да. Можете ли ты писать с Томасом Мразом? У него достаточно такое интересное слово звучание. Томас Раз? Томас Мраз, он с Долб Клаб Объединения, бывший Ян Краши. Он русский? Да, он с Башкери Супы. Да, вы можете мне как-то написать или сказать, потому что я его не знаю, я хотя бы посмотрю его. Я могу показать вам его твиттер после, или же инстаграм. Да, или мне в твиттере, или где-то напишите просто. Хорошо, обязательно. Дмитрий, сделайте фит с этим парнем. Обязательно Алмаз будет очень рада, мне кажется. Да. Вот, ну, к примеру, да. Я открыт, поэтому можно запросто... Важно, чтобы это было интересно и творчески. Спасибо. Спасибо большое. Время пролетело, да. Вообще, к сожалению, да, время очень давит. Да, и оно давит основательно, поэтому я вынужден, я вынужден... Вам интересно лично? Не то слово. Вы даже не представляете, что нам стоило, вот, если бы это не было в субботу вечером, вообще снесли бы эти стены, да, это к вопросу о вашей популярности. Вот, вот, еще раз, вот продемонстрируйте аплодисменты, да. Спасибо. Те, кто в субботу вечером пришел. Да, что они сейчас в субботу еще, да. Да, вот, только это нас спасло от того, что тут и ничего. Первые, да, сейчас, наконец, погода. Да, ну, пошли что-то копать. Вот, значит, со словами благодарности. И, с другой стороны, еще раз ловим вас на слове, на мысли о том, что можем встретиться на мастер-классе, в том числе и с МММ. Потому что, фактически, импровизированный короткий, он получился сегодня. За что вам отдельное спасибо. Да, но я делюсь, так сказать, своими мыслями, своим... Просто надо быть очень тонким, чутким и внимательным к тому, что происходит вокруг. Потому что вокруг очень много всего происходит. Вот, и вот эта зашоренность взрослых людей, она зачастую очень нам мешает. Поэтому, welcome. Спасибо. Спасибо большое, да. Спасибо.